Секции во дворцах творчества закроют, педагогов сократят, кружки в школах сделают платными. Такими слухами обрастает ситуация с дополнительным образованием детей в Чебоксарах. В том, что происходит на самом деле, пытались разобраться специалисты за круглым столом и Ольга Пырочкина. Слухи о том, что дворец детского творчества в Чебоксарах, за ним и другие учреждения закроют, пошли после того, как на сайте Управления образования появилась информация о низкой посещаемости детьми секций и кружков. А новость о том, что в столице республики будут строить новую модель дополнительного образования, домыслы подогрело. Изменения действительно грядут, но совсем иного плана, отмечают специалисты. Их суть в том, чтобы как можно больше новых кружков и секций заработало на базе самих школ, чтобы они стали так называемыми школами полного дня, как того требует государственный образовательный стандарт. Не будут упраздняться, так скажем, учреждения дополнительного образования. Все учреждения дополнительного образования в городе остаются, будут работать в полном объеме. Появятся, да, появятся новые кружки, появятся новые объединения, и в этом направлении сейчас работаем. Чтобы новые секции в школах заработали, там нужны дополнительные кадры. Много вопросов сейчас задаются, а почему сокращение идет педагогов дополнительного образования. У нас сейчас нет сокращения дополнительного образования. Есть, так скажем, переход. И они просто перейдут сейчас все же школы. А в каждой школе сейчас вводятся дополнительные ставки в рамках штатного расписания ставки педагогов дополнительного образования. Выиграть от этого, по мнению столичных властей, должны все. Детям не надо никуда ездить, родителям беспокоиться за них. Что касается педагогов, то в школе и зарплата больше. Кроме того, никто не запрещает совмещать. Переход в школу – это и какой-то материальный стимул для педагога дополнительного образования. Это зарплата, с одной стороны, мы сказали, это материально-техническая база школы. Педагоги согласны не совсем. Так, начальник детской полицейской академии, где занимаются дети из 44 разных школ, не представляет, как перенести занятия в учебные заведения. Кроме того, никто не отменял пользу смены обстановки. Если же мы даем уроки в школе, ребенок все равно поскудно думает о том, что это просто урок дополнительный. А не творческое развитие. Хотелось бы, чтобы все изменения, которые происходили, не проходили под одного ребенка. Так или иначе, вопросов пока много. А значит, за круглым столом участники образовательного процесса соберутся еще не раз. Ольга Пырычкина, Республика.